Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесным». Не забывайте подписываться, ставить лайки, делайте репосты и нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых выпусков. Сегодня наш проект продолжается «Неизвестная Сибирь, неизвестная Россия» и с нами вновь епископ Лютеранской Церкви из города Барнаула Александр Франц. Александр, приветствуем вас! Здравствуйте, я рад вас слышать и рад, что мы с вами продолжаем это описание, которое, не знаю, мне кажется интересным, и я надеюсь, будет интересно нашим слушателям о Лютеранах Сибири, о протестантах Сибири, наверное, говорить надо шире, потому что здесь были не только лютеране, здесь были и кальвинисты. Мы надеемся потом с вашей подачи рассказать о миононитах, может быть, немножко о наших местных баптистах. Ну, давайте пробовать, как продолжать дальше. Давайте, давайте. Тема очень интересная. Мы столкнулись с тем, что люди сами говорят, что очень плохо знают историю, историю мировой, историю России, а уж историю протестантизма, то вообще почти никто не знает. Поэтому давайте начнем. О ком сегодня пойдет речь? Ну, вот в последней нашей передаче мы рассказывали об одном нашем местном прихожанине по фамилии Герман, да, который послужил прообразом главного героя Пиковой Танны. А в предпоследней передаче мы говорили о пасторе Лаксмане, который вот в силу, наверное, своих, в силу, правильно не сказать, своих убеждений, своих взглядов, своих возможностей, способностей, он стал еще, прославился не столько как пастор, да, сколько как большой ученый, как исследователь Сибири, как первооткрыватель, про первооткрыватель и относительно ботаники, зоологии, многих-многих-многих наук. И вот в продолжении вот этой пасторской темы я бы хотел рассказать вот еще об одной династии, которая прославилась именно, начинали они как пасторы, а прославились впоследствии как горные инженеры. Это династия Мэвиус. Вот если мы наберем в Яндексе, ну, там, в другой поисковой системе их фамилию, то первое, наверное, что выскакивает нам, может быть, странным это покажется, это марка сигарет. Сейчас есть такие известные среди народных курильщиков японские сигареты Мэвиус, а, собственно, больше особенно ничего и не выскакивает, хотя вот понятно, что сигареты – это не тема нашего с вами обсуждения. Собственно, вот сама эта династия. Если продолжать после Леога и Лаксмана, кто был следующим пастором, то следующим пастором был Иоганн Густав Лютер, он был одновременно пастором в Тобольске, пастором в Барнауле, потом пастором в Иркутске. Было непродолжительное время, его сменил Иоганн Даниэль Гутмахер, это следующий наш пастор, он был выпускником Геттингенского университета, одновременно приехав в Сибирь, он служил не только пастором, но дивизионным проповедником, он окормлял лиц гражданских и военных, и был духовником начальника Сибирской пограничной линии генерал-поручика Шпрингера. После него следующим пастором был Иоганн Карл Габриэль, он был уроженцем Средней Франконии, закончил он университет в городе Иены, был теологом по образованию, естественно, по прибытию на Алтай, вот помимо пасторских обязанностей, он занимался также тем, что преподавал в городно-заводской школе, что было характерно для, наверное, всех наших местных пасторов, потому что, ну, фактически у них был такой широкий-широкий круг обязанностей, то есть они не только должны были проводить богослужения, они должны были также заботиться о детях своих прихожан, чтобы налагало на них такую обязанность по их воспитанию, обучению. И он преподавал в горно-заводской школе, где вот учились как дети из русских семей, так и вот дети этих присланных сюда, служить иностранных горных специалистов, протестантов, он занимался с этими детьми, он им преподавал историю, диографию, преподавал латынь, французский, немецкий языки, то есть он был такой широкий круг обязанностей у пастора Габриэля. А уже вот кто его сменил, это вот основатель династии Мэвиус, был такой Иоганн Готлик Пауэль Мэвиус, он так же, как и Габриэль происходил из Франконии, только если Габриэль происходил из Средней Франконии, то пастор Мэвиус, он происходил из Верхней Франконии, мы даже знаем точное место, это город Кобург. Вот из этого города Кобурга он приехал, скажем так, не сразу служить на Алтай, он приехал сначала в Оренбург и начал служение свое как пастор в Оренбурге, и вот дальше происходит какая-то вот такая, как мне казалось, не совсем понятная история, он вдруг срывается из Оренбурга и переезжает служить на Алтай в Барнаул, в Алтайский горный округ. Почему он так сделал, для меня это было необъяснимо, но потом я понял причину. Дело в том, что этот пастор Мэвиус, он женился на Иогане Шарлотте Елизавете, молодой девушке, которая была дочерью пастора Лютера. Ну и по всей видимости случилась такая история, что вот тесто пастора Лютер, освобождая эту барнаульскую кафедру, наверное, предложил ее своему зятю. Вот я думаю, что это единственная причина, почему вдруг пастор Мэвиус решил переехать из Оренбурга в город Барнаул и занять кафедру здесь. Он также преподавал в горнозаводской школе, помимо, собственно, своих богослужебных обязанностей. И вот те дети, которые родились от этого брака, с этой Иоганной Шарлоттой Елизаветой, урожденный Лютер, собственно, они стали продолжателями, основателями династии этих горных инженеров. Здесь надо сказать еще про эту фамилию Лютер. Да, она напоминает нам фамилию, ну, такого, наверное, главного диплома. Мартина Лютера. Да, Мартина Лютера. Это не просто, скажем, люди-однофамильцы. Действительно, пастор Лютер Тобольский, а потом вот Иркутский, он происходил. Происходил из семьи реформатора Лютера. Ну, может быть, был его таким дальним родственником, но тем не менее родственником. И вот сам пастор Мэвиус, он иногда, так скажем, в близком кругу, он хвастался, что он женат на прапраправнучке Мартина Лютера. Служил, вот как я сказал, в Барнауле, но помимо Барнаула он еще окормлял протестантов Тобольска, окормлял протестантов Омска. Ну, там большую часть это были военные. И вот я бы дальше хотел рассказать, как эта семья была связана вот с нашими культовыми зданиями, построенными здесь в Сибири протестантскими. Дело в том, что первая Лютеранская церковь появилась в Барнауле. Она была деревянная. Ну, возможно, дата даже строительства церкви это более ранняя. Ну, то, что мы знаем из источников, что первая церковь была построена в 1786 году. Это было деревянное здание, ну, как тогда говорили, бетхаус, дом молитвы. Ну, фактически, это была вот такая первая протестантская церковь здесь. По всей видимости, она была построена на средства кабинета, то есть за казенный счет. Располагалась она на улице Офицерской в городе Барнауле, потом мы уже сейчас знаем, как улица Ползунова. Почему называлась Офицерская эта улица? Потому что на этой улице располагались служебные квартиры горных офицеров, ну, как мы говорим, горных инженеров, которые как раз в большей части были протестантами. То есть им было достаточно удобно. Они жили на этой улице, на этой улице располагалась церковь, куда они ходили на богослужение. И там же располагалось здание пастората, где, собственно, все местные пасторы и служащие в этой церкви проживали. В 1840 году здание это обветшало, и вместо него было построено другое деревянное здание по проекту, по чертежам местного архитекта, точнее, было бы сказать, местного художника Невкова, которого, тем не менее, спроектировало это здание церкви. У нас есть в нашем местном региональном архиве, есть документы, где уже следующий пастор Тецлах, Андреас Тецлах, он в 1843 году, ну, то есть через три года после строительства церкви, заступив сюда на служение, он, ну, скажем так, жалуется горному начальству, что вот он приехал служить и увидел, что в церкви два окна повреждены, что печь зимой чадит, и он просит, а, что нет еще сторожа в этой церкви, хотя раньше был, но потом как-то вот церковь осталась без сторожа, он пишет, что там находятся ценные серебряные, серебряные парчевые вещи, он переживает за их содержание, что вот кто бы их не украл, и он просит, опять же, за казенный счет, ну, потому что церковь именно тогда не только строилась, но и содержалась протестантская церковь за казенный счет, он просит ее отремонтировать, потому что служить не очень сложно, возможен пожар, и вот в 2005 году я сам лично принимал участие в раскопках, дело в том, что вот на этом месте, на улице Ползунова строился автомобильный магазин, ну, и как положено, собственно, вот в старой части города любые раскопки, любое строительство, оно сопряжено с археологическими исследованиями, и когда были обнаружены первые такие археологически интересные предметы, были приглашены археологи, и там проводились, ну, может быть, такие скоротечные, но тем не менее полномасштабные раскопки, я принимал в них участие в качестве такого вот любителя, которому разрешали там находиться, присутствовать, помогать, и мы обнаружили, мы обнаружили сруб, ну, точнее говоря, нижние венцы этого сруба деревянного, из которого, собственно, вот и была построена эта Литеранская церковь, а в основании этих срубов... То есть вы прямо нашли церковь, где церковь находилась? Да, да, мы обнаружили, собственно, вот, ну, можно сказать, фундамент этой церкви, полы там были высланы кирпичом, ну, я думаю, опять же, в первую очередь для того, чтобы, вот, ну, наверное, какая-то была пожарная безопасность, мы обнаружили основание печи, и вот были тумбы, стоявшие по углам этого сруба, на которых он, собственно, опирался, и в основании этих тумб кирпичных мы обнаружили такие там лежали монетки, по которым тоже можно было достаточно точно определить датировку строительства. Меня тогда археологи спрашивали, они говорили, почему у вас в Литеранской церкви в основании вот этих срубов положены эти монетки? Я сказал, что у Литеранской церкви нет никаких поверий, там, ни насчет строительства, ни вообще поверий. Поэтому, скорее всего, эти монетки положили строители, но строители как бы из местного населения, которые вот таким образом считали, что они как-то помогут своей работе, и потом сохранности этой работы. Вот в 2005 году мы проводили эти раскопки, да, жалко, что они были скоротечные, мы нашли и дома пастора, который должен располагаться был по соседству, его служебная квартира, ни каких-то других объектов. Однако место церкви было достаточно точно установлено, вот, а дальше церковь эта продолжала эксплуатироваться деревянно, и вот когда она уже, скажем, находилась в достаточно ветхом состоянии, то в 1853 году титулярный советник Павел Андреевич Мэвиус, это, ну, наверное, сказать, праправнук нашего барнаульского пастора, он, выполняя волю своего отца Андрея Павловича Мэвиуса, который был горным инженером здесь, на Алтае, потом управляющим Сузунского медиплавильного завода, управляющим монетным двором Сузунским, тут он оставил завещание, то есть он хотел в память о своем отце, пасторе Пауле Мэвиусе, он хотел построить новую протестантскую церковь в городе Барнауле, и он завещал 5000 рублей на строительство этой церкви, по тем временам сумма достаточно значительная, по всей видимости, он ее долго на протяжении жизни копил, и вот он высказал пожелание назвать эту церковь Павловской, ну, ее назвали на самом деле в честь апостола Павла, ну, я думаю, что это перекликалось как-то вот с именем этого пастора Пауле, Павла Мэвиуса. Вот на 1853 году, повторюсь, у меня эти деньги пожертвовал горное ведомство, потом была долгая переписка уже с новым местом проживания там семьи горных офицеров, они проживали, семья Мэвиус проживала в Новгородской губернии, в Тихвинском уезде, в сельце Васильково. Почему семья перебралась туда? Ну, там было, собственно, их новое место служения, я думаю, еще связано с тем, что они породнились с другой семьей горных инженеров, и тоже протестантов к его расповеданию, с семьей Дейхман. А вот семья Дейхман, да, она действительно в Новгородской губернии имела поместье. И вот там, как бы, вот эти проднившиеся семьи, собственно, и проживали. И оттуда вот это, собственно, пожертвование от 5000 рублей пришло. На 2000 рублей было куплено участок земли, там даже указывается размер этого участка, 5690 квадратных метров. Они были куплены у полковника Семенникова, этот участок, и вот впоследствии на этом участке, собственно, началось сооружение новой протестантской церкви Барнаула. Это была первая каменная церковь. Был предоставлен, ну, как бы местный проект на убеждение в Санкт-Петербург, но там он был забракован, потому что, ну, в нем нашли какие-то технические, как им казалось, ошибки. И тогда, собственно, новый проект церкви предложили вычеркнуть известному петербургскому архитектору Гарольду Бассе. Он был сам из прибалтийских немцев, известен он тем, что он, например, спроектировал реформатскую церковь в Санкт-Петербурге, она, ну, как бы до сих пор стоит на Невском проспекте. Ну, это вот один из его таких религиозных проектов. А другой проект, собственно, вот Барнаульская церковь. Проект, который был заказан Гарольду Юлию Бассе, его можно охарактеризовать, ну, как вот вообще говорят и в его творчестве, и об этой Барнаульской церкви, которую он спроектировал, что это была церковь, построенная в романском стиле, с элементами северной прибалтийской готики. Откуда, собственно, вот сам Гарольд Юлий Бассе происходил, но, наверное, вот этот стиль был ему близок. Он спроектировал эту церковь, и вот после приобретения участка были приобретены строительные материалы, они приобретались там в течение нескольких лет, и потом, собственно, началось строительство. И вот в 1861 году строительство этой церкви было закончено, было построено на Московском проспекте, сейчас это называется проспект имени Ленина, города Барнаула, вот по соседству с домом начальника Алтайского горного округа, собственно, вот надо как раз напомнить, что, наверное, все начальники горного округа, они, ну, не все, там, скажем, значительная часть первого века, собственно, освоения этого края, они были протестантами, ну, наверное, им так было достаточно удобно рядом со своей служебной квартирой, с домом, где они проживались, со своими семьями, иметь вот рядом протестантскую кирку. Она была в декабре 1861 года уже освящена, ее назвали, как я говорил, в честь апостола Павла, ну, как бы вот, как об этом просили жертвователи, семья Мэвиус, да, отчасти в честь вот их прадеда, Пауля Мэвиуса, ну, одного из первых литеранских пасторов здесь, на Алтае. Церковь эта существовала, ну, Алтае достаточно, в городе Барнауле достаточно продолжительное время, постоянно упоминается она во всех документах, ее вспоминают путешественники, посещавшие Алтай, там регулярно проводились богослужения, вот, практически она дожила до советского времени. Надо еще сказать, что вот этот проект, барнаульский проект литеранских церквей, он потом использовался еще дважды. Через три года после строительства церкви в Барнауле, этот барнаульский проект был использован в Томске. Почему именно в Томске? Ну, потому что томская литеранская община, она также окормлялась одним и тем же пастором, который окормлял, собственно, вот и Барнаул, и окрестности. Вот там эта церковь, построенная в 1864 году, по барнаульскому проекту, она была освящена в честь Святой Марии. Единственное отклонение от проекта, она была немножко длиннее в Барнаульской, за счет пристроенного помещения на сопристое. Ну, это помещение такое служебное, вы знаете, где обычно переодевается там священник перед богослужением, где хранятся все богослужебные предметы, ну, там для причастки, для других целей. И вот фактически это была копия барнаульской церкви. И потом этот же проект, примерно в это же время, на рубеже 1864-1865 годов, был повторен еще в одном городе, на Урале, в Терми. И там она тоже была освящена как утранская церковь в честь Святой Марии. Вот, собственно, так получилось, что наша барнаульская церковь, она размножилась еще на два города. А дальше вот мы можем только рассказывать историю этих церковных зданий. В 1924 году церковь была отобрана у местных протестантов барнаульских. Ее передали под, как было сказано, под дом пионеров. Ну, вот пионеры там как-то им не прижилось, они там, по-моему, ни дня не находились. Собственно, главная задача советской власти, это было отобрать церковь у верующих. Ну, и там уже, собственно, вот какое-то такое приземленное, там, хозяйственное использование, наверное, не очень их интересовало. Главное – отобрать. Ее использовали как склад магазина «Красный». У нас вот такой магазин по соседству называется, он дожил до сегодняшних дней. Вот в этом складе магазина «Красный» бывшей протестантской церкви, там хранили, ну, вот такие всякие возможные предметы, стройматериалы, краску. В городе Томске церковь тоже отобрали у верующих, ну, скажем, немножко позже, несколькими годами позже. И ее изначально передали, было такое предприятие «Морсо-ягодный завод» в Томске. Я пытался найти, вот что-то об истории «Морсо-ягодного завода» не нашел, по всей видимости, он существовал недолго, этот «Морсо-ягодный завод», тем более вот в здании этой церкви. И вскоре ее окончательно уже как бы закрыли, перестали использовать, здание ветшало, и советская власть его, вот там оно его разрушило. Разрушило таким образом, его разобрали на кирпичи, а кирпичи использовали для строительства Томского медицинского института. Все церковно-приходские книги, хранящиеся там здание, вывезли. Фактически осталось от них очень небольшое количество, где вот содержатся истории Барнаульской общины и общины Томска, хранятся они сейчас в Томском государственном архиве областном. Тут вот можно заметить еще, построить о судьбе еще одного здания, Новониколаевский, который сейчас называется Новосибирск. Там тоже была построена Лютеранская церковь, ее также окормлял пастор, который окормлял верующих Барнаула, верующих Томска. Вот видите, его община была община Новониколаевска. Там тоже после революции отобрали здание у верующих, разобрали его на кирпичи, но там оно использовалось при строительстве новосибирского, ну не мединститута, а общежития новосибирского мединститута. Вот так можно сказать, что Лютеранские кирхи послужили каким-то образом опосредованной медициной, в Томске построили медицинский институт, в Новосибирске общежитие медицинского института, из кирпичей Лютеранских церквей. А вот Пермскому зданию, построенному по одному проекту с Барнаульской кирхой и с Томской кирхой, вот этому зданию повезло. Его отдали под какую-то фотостудию изначально, потом там размещался местный кукольный театр, ну и вот, может быть, благодаря тому, что эти организации там размещались и как-то аккуратно использовали его, здание сохранилось. И уже в перестроечное время его передали местной Томской, ну местной, извините, Пермской, Лютеранской общине, которая сейчас там проводит богослужение. То есть здание полностью восстановлено в своем первоначальном виде, но вот мы можем только порадоваться за пермских лютеран, что там это здание существует. А на месте Томской лютеранской церкви сейчас стоит колесо обозрения, ну которое вот, не знаю, как-то у нас в Сибири обычно такие колеса называют чертовыми колесами. Это советская традиция, это чертовое колесо стоит на месте Томской лютеранской церкви. А в Барнауле здание было разрушено. Я долго пытался найти фотографии советского периода, потому что много сохранилось дальтонных фотографий Барнаульской протестантской кирхи, а вот фотографии советского периода я не находил. Я искал, 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 хотя я знал, что у церкви там, ну была срублена колокольня, оконные проемы заложены кирпичом, но все равно хотелось найти хоть какую-то фотографию церкви, переделанную в склад. Я ходил на местный краеведческий музей, ходил в краевой архив, но я нигде не находил никаких вот таких фотографий вот этого советского периода, и как ни странно, я их нашел у себя дома. После многих лет поисков я нашел эти фотографии советского периода у себя дома. я рассматривал альбом своих родителей, такие вот, ну, черно-белые фотографии, которые они сами делали. Мой папа любил фотографировать, я помню, фотоаппарат вели авто, мы с ним вместе в детстве проявляли эти пленки. Вот я нашел эту фотографию дома. На этой фотографии была изображена Литуранская церковь, на фоне этой фотографии там была сфотографирована моя мама. И когда я спрашивал маму, зачем ты сфотографировалась на фоне Барнаульской Литуранской церкви, она говорит, откуда я знала. Это был 1969 год, она была студенткой. Вот они как-то ходили по городу, фотографировались в разных местах, и она встала и сфотографировалась на фоне Литуранской церкви. Там, да, действительно видно, что уже срублена колокольня, что уже заложены оконные проемы, но как бы здание все равно просматривается. Вот, наверное, фотография 1969 года, это самая старая, вот такая сохранившаяся фотография, где еще запечатлена Барнаульская Литуранская церковь. И после 1969 года ее, может быть, на рубеже 70-71 годов, ее сносят. Сейчас на этом месте располагается пустырь, такой красиво оформленный, с альпийской горкой. И там же расположен бюст одного из наших местных борцов за советскую власть. Никаких там каких-то захоронений, могил поблизости нету. Участок полностью сохранился. Мы хотим, чтобы, ну, возможно, его передали назад в Литуранской церкви, потому что мы считаем, что мы имеем право на него претендовать. И мы готовы восстановить здание в том историческом облике, в котором оно располагалось, потому что мы знаем этот проект. Возможно, мы бы связались, наверное, с Пермской общиной. Посмотреть на это здание, сохранившееся там, и как-то вот использовать это знание здесь. Но пока вот, пока это вопрос в такой стадии оттверждения. Ну вот если продолжать про семью Мэвиус, которую мы начали, с династики горных инженеров, у барнаульского пастора Пауля Мэвиуса, у него было несколько сыновей. И вот один из его сыновей, мы про которого рассказывали, который был Андреас Мэвиус, он служил начальником Сузунского медиплавильного завода. И вот я рассказывал одну из передач, что не хватало монеты в обращении в Сибири. И было такое предложение, что из местной меди, которая здесь оставалась в большом количестве, ее даже не возили в европейскую часть, она была таким вот, ну можно сказать, отходом сереброплавильного производства. Эта медь лежала здесь без дела. И местные горные инженеры предложили наладить чеканку монеты. Эта чеканка, то есть планировалось построить монетный двор специально для этих целей. В Сибири долго выбирали для него место, решили монетный двор строить в Колыване. Потом почему-то передумали и построили его в Сузуне. Сузун тогда относился вот тоже к округу Алтайского, к Алтайскому горному округу. И вот там в Сузуне, при медиплавильном заводе, построили еще монетный двор. Почему я вспомнил про Колывань? Потому что на монетах присутствуют буквы КМ, которые обычно переводят либо как Колыванская медь, либо как Колыванская монета. То есть, по всей видимости, какой-то внешний вид этой монеты разрабатывался заранее, еще до строительства монетного двора в Сузуне. И вот так эти буквы, собственно, они оказались на этой Сузунской монете. Печатали там медную монету разных номиналов. И был еще такой, не знаю, как традиция, это можно назвать, или порядок, что заступивший на службу начальник монетного двора имел право на этих монетах отобразить свои мицалы. Вот я специально собирал Сузунские монеты этого периода, когда руководителем монетного двора был Андреас Мэвиус. Это вот, повторюсь, Бранаульского литеранского фастера. И там на монетах отчеканен митцмейстерский знак АМ Андреас Мэвиус. Вот у меня есть монеты 1830 года. Я их хочу вам показать. Не знаю, конечно, насколько явственно будет это видно. Здесь вот указан Колыванская медь, Колыванская монета, а вот с обратной стороны приводится этот митцмейстерский знак Андреас Мэвиус, 1830 год. Скажите, Александр, это те самые сибирские монеты с соболями, которые... Вот нет, нет, нет. Это монеты более позднего периода. Они уже практически ничем не отличались от... Дело в том, что по ту монету, про которую вы вспомнили с соболями, да, это была монета, которая чеканилась специально для Сибири и имела хождение только в Сибири. Вот про те монеты, о которых я вам говорю сейчас, они уже имели хождение по всей Российской империи. Это были монеты, ну, такого, скажем, можно сказать, общегосударственного, общероссийского образца. Ими здесь выплачивали, оплачивались, собственно, все вот какие-то работы государственные, все затраты бюджета. Ну, вот я вам говорил, что там можно было на несколько копеек хорошо пообедать, на 12 рублей прожить целый год. Вот эти вот копеечные монеты, да, ну, как бы, для нас сейчас звучащие копеечные монеты, да, тогда и тогда представляли большую ценность. Вот Андреас Мэвиус, он этим заводом, собственно, руководил. А другой его брат, Федор Мэвиус, он, ну, родился также в Бранауле, в Томской губернии, потому что Бранауф тогда относился в Томской губернии. Он позднее руководил Аланецкими заводами, как горный инженер. А вот его сын, Аполлон Федорович Мэвиус, он уже прославился, про него, вот если мы там будем читать какие-то серьезные научные источники, про него пишут, как про пионера металлургии Украины. Фактически его считают это одним, наверное, из самых главных людей в этой отрасли. Собственно, вот с него началась украинская металлургия. Он обучался сначала в корпусе горных инженеров, потом за границей, был автором больше ста научных работ, таких серьезных работ. По его учебникам учили металлургов. Он был профессором Харьковского технологического университета. Ну, вот есть такое выражение, играющий тренер, да, он не только был преподавателем, он, собственно, и руководил вот на протяжении своей жизни несколькими заводами. То есть изначально он участвовал в проектировании этих заводов, а потом уже ими руководил. Вот он руководил луганским заводом, он руководил многими шахтами на Украине, потому что это был такой, ну, как сказать, вот, будучи начальником Луганского горного округа, ему вот приходилось, да, думать не только, собственно, о металлургии, но и о поставке сырья на эти заводы, поставке угля, кокса. Поэтому он такой был, ну, можно про него сказать, такой неофициальный, наверное, губернатор всего этого луганского края. И вот, в частности, он проектировал Алчетский металлургический комбинат, он так сейчас называется на Украине. Даже в советские времена, там, на домах, где он жил, были установлены памятные доски, его труды переиздавались, они хорошо известны как специалистам металлургии, как историкам. Почему, как бы, советская власть, ну, скажем так, не вычеркнула его ими из истории? Ну, наверное, потому что человек был таким узким специалистом, занимался только металлургией, никогда не лез там в политику, в какие-то вот, ну, другие дела, наверное, из-за чего советская власть могла на него выточить зубы. Он, да, он получил широкую известность именно как вот, как человек, который заложил основы металлургии Юга России, а потом, можно сказать, ну, как сейчас говорят, все металлургии Украины. Вот так вот мавиусы, которые происходили из Кобурга в Франконе, оказались на Алтарии в Сибири, а потом вот оставили такой значительный след на Украине. Спасибо, Александр, спасибо огромное. Может быть, следующая передача посвятим Украине тогда и вот всему этому Донбассу, Донецку, всем этим разрезам, всему тому, что... Ну, да, потому что, видите, как бы связь, она такая неразрывная между вот этими сибирскими горными инженерами, которые начинали здесь, ну, а потом уже вот, наверное, уровень вот, уровень развития науки и уровень развития техники, он привел к тому, что они смогли свои применить труды и на Украине. Вот мы сейчас говорили про Аполлона Мевиуса, он проектировал Петровский завод, а Петровский завод как раз в основе, наверное, где-то был назван и в честь Петра Первого. Петр Первый, когда бывал на Украине, ну, там, на этой территории, да, он, ему показывали залежи каменного угля, только во времена Петра, наверное, это, так сказать, не было так актуально, их разработка, вот этого Донецкого угольного бассейна. А вот уже при Аполлоне Мевиус, собственно, время пришло, и он, как бы, говорят, хороша ложка к обеду, то есть эти специалисты прибыли туда вовремя и вот занялись, собственно, этой разработкой строительства металлургических заводов, интенсивной добычей этого угля, ну, собственно, которые, чтобы нашли на эти заводы. Ну, вот, мне кажется, семья Мевиус, она оставила значительный, значительный такой по себе след не только в Сибири, но и в Сибири, на Урале и в том числе и на юге России, на Украине. Епископ Александр, благодарю вас. Давайте оставим интригу для следующей передачи. Следующая передача, значит, будет посвящена нашим героям, да, которые перебрались из Сибири, Украины и начали тоже горные разработки и добывать уголь. Может, не следующая прям передача, но одна из них точно, да. Спасибо большое, спасибо вам большое за эту рассказ, за эту передачу. Нашим зрителям, напоминаю, это был канал «Вляд с небесной». На канале у нас этот проект, который мы развиваем и продолжаем. Неизвестная Сибирь, неизвестная Россия. И вы видите, как коснулись неожиданно сейчас и Украины. Спасибо вам за то, что смотрите. Смотрите наш канал, ставите лайки, делайте репосты. Благослови вас Господь. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok